От выходов в эфир к восхождению на горную вершину. Ведущие Тюменской службы новостей покинули комфортную студию и отправились в Национальный парк Тургаяк. Для чего мои коллеги преодолевали препятствия. Мерзли в непогоду и чуть не утонули в озере. Об этом они рассказали Алексею Козлову. Колья! Это жарит шашлыки, да? Нет. Это наш с тобой фундамент. Это вот у нас пол. На нем мы будем... Вы будете спать. Это первый опыт установки палатки в их жизни. После короткого завтрака подъем на вершину. Расстояние до нее около 8 километров. Что только прошли? Что? Еще 400? Да. Речь идет о расстоянии до этой вершины. Высота над уровнем моря около 850 метров. Еще через полчаса все сотрудники редакции были в сборе. Эй! Я поняла на середине пути, что я всех проклинаю откровенно. Потому что это было просто невероятно. Без подготовки вот такой физической какой-то, ну вот реально необходимое. Это очень сложно. Но стоило только подняться на самую высоту. И все прощается всем и вся. Дмитрий Камозин – опытный телеведущий. Любые форс-мажоры, которые могут произойти во время прямого эфира, для него не стресс. В походе он впервые. Говорит, что занятия в тренажерном зале кажется гораздо легче, чем подъем сюда. Такой пеший маршрут в гору – это немножко совсем другое. Но тем не менее, считаю, что и я справился, и моя команда, мои коллеги тоже справились. И сейчас я понимаю, ради чего все это было. Вот ради вот этой вот всей красоты. Подъем на пик соколиная сопка – это только половина нашего плана. Сейчас возвращаемся к палаткам. Путь выбрали другой, на нем столкнулись с препятствием. Ведущую Елену Литвиненко ночевкой в палатке не напугаешь. Был опыт такой жизни в горах Алтая. А вот преодоление горного ручья здесь оказалось коротким, но немалым стрессом. Конечно, вообще, просто у меня адреналин. Сейчас я говорю уже, да, камера? Мне. В общем, это потрясающее ощущение. Адреналина столько, что я даже не могу дышать, мне кажется. Ну, рекомендую попробовать. Я думаю, что надо это пройти раз в жизни. Короткий перерыв на обед и снова в путь. Теперь нам предстоит несколько километров пройти на веслах. Озеро Тругаяк. Протяженность его береговой линии 27 километров, а глубина достигает 30 метров. Это второе в России по частоте озеро после Байкала. Мы направляемся в легендарное место. Это остров Веры. Он интересен не только своими древними сооружениями, мегалитами, тем, что там жили монахи. Несколько лет назад археологи обнаружили на острове следы обитания неандертальцев и возраст находок превышает 60 тысяч лет. Об этих местах ходят легенды. Есть и современные. Например, что остров находится на месте столкновения литосферных плит, откуда исходит некая энергия. Быть у такого источника полезно. Но нам интересна архитектура древних сооружений. Пусть домой в палаточный лагерь прошли в темноте. Камера уже не могла снимать. В целом протяженность пути по горно-лесистой местности и по воде составила больше 25 километров. Никто из редакции ТСН в походе не пострадал. И, судя по эмоциям, такой выход из зоны комфорта станет не последним. Алексей Козлов. Тюменское время.